Пожалуй, каждая мама мечтает, чтобы ее малыш научился говорить как можно быстрее. Мы заставляем повторять динами слова, читаем им книжки, покупаем дорогие игрушки, а между тем забываем про самое главное – развитие мелкой моторики. Ученые уже давно доказали, что чем лучше у малышей работают пальчики, тем больше слов появляется в их лексиконе. Все дело в том, что речевой и моторные центры в головном мозге расположены очень близко друг к другу. Поэтому даем волю маленьким ручкам. Итак, в моем арсенале самые простые бытовые предметы, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Это противень, дуршлаг, несколько пищевых контейнеров, а также макароны и крупы. Игра первая рисуем на противне манкой. Рассчитана на возраст от 7 месяцев, когда дети уже уверенно сидят. Известно, что такие гении, как Айвазовский, Ван Гог и Пикассо, начали рисовать с самого раннего возраста. Так что позвольте своему малышу тоже стать художником. И как можно раньше. Берем на заметку еще один мамин гаджет. Необычная погремушка. Подойдет баночка от детского питания. Насыпаем в нее макароны, горох, гречку и все, что хранится в маминых закромах. Благодаря этой игрушке у крохи развивается зрение и слух. Еще одна интересная игра – дуршлаг и макароны. В данном упражнении у ребенка активно работает воображение. Дайте малышу подумать, а что же делать с этими предметами. Ответ не заставит себя долго ждать. Задание подойдет для малыша от полутора лет. В этом возрасте они более сообразительные. Еще одно полезное упражнение – пирамиды из контейнеров. Оно знакомит малыша с разнообразием форм и цветов предметов, а также тренирует память. Предложите крохе подобрать контейнером крышки. Они это очень любят. Мелкая моторика также влияет на ловкость рук, скорость реакции и даже на будущий почерк. Главное – регулярность, как и еще кое-что. Важно, чтобы все эти упражнения были обязательно под присмотром родителей. Светлана Мату, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова